Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Второй сезон наших историй за столом, что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй собирается на странице нашего подкаста в Патреон. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите на patreon.com.sut и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Я все ищу что-нибудь отечественное, что-нибудь такое родное, домашнее, к чему было бы интересно приглядеться. Вот гречка была, борщ был, пиво тоже в какой-то степени его можно считать нашим было. Но еще был кефир, был сыр вместе с прекрасными нашими дедушками русского импортозамещения. Все это было и очень советую вам послушать. Выпуски были вполне интересные, по-моему. Я пробовал даже взяться за колбасу докторскую, но как-то не пошло. Там, как оказалось, ничего особенно интересного не найти. А вот один важный политический деятель буквально несколько недель тому назад напомнил. У нас, говорит, никто особенно не переживает об отсутствии, ну вот, как он выразился, болонезы. У нас, дескать, все больше макароны по-флотски. О! Думаю, вот оно. Товарищ явно не понимает, что несет. Надо как-то просветить соотечественника. Так что сегодня про макароны по-флотски. Ладно, давайте начнем с самого существенного. Как, собственно, готовятся макароны по-флотски? Мясо. Можно вареное, можно сырое. В этом, кстати, состоит противоборство двух главных школ в приготовлении этого исторического блюда. Ну вот, мясо провернуть в фарш. Лук нарезать какими-нибудь кубиками или перьями. Все равно обжарить на любом подходящем жире до прозрачности. Добавить это самое рубленое мясо. Посолить, поперчить. Можно какой-нибудь лавровый листик. Можно полить бульоном, если есть. Отдельно сварить макароны. Можно любые макаронные изделия. Хоть спагетти, хоть ушки, пружинки, трубочки, какие-то загогулинки. Но лучше все-таки традиционные, так называемые советские макароны. Они толстые, пустые внутри и ломкие. Так что сварить, слить воду. А прокинуть в макароны, пережаренные мясной фарш с луком. Или даже лучше наоборот. Макароны наоборот в фарш. Перемешать. Можно поставить в духовку на некоторое время. Подлив опять немножечко бульона или воды, в которой макароны варились. Потом посыпать тертым сыром. Или не посыпать. Потому что это уже какой-то отход от традиции. Это уже какое-то излишество и какая-то буржуазная роскошь. Между прочим, вот до того места, как речь зашла про макароны и про их варку, это и был рецепт болоньезе, который так презирает русское высокое начальство. Можно было его слегка облагородить с самого начала. Добавить к луку еще какой-нибудь морковки, сельдерея. Может быть, острый перчик нарубить мелко. Но главное, когда фарш уже пережарился, добавить помидор. Можно свежих маленьких помидорчиков. Можно крупно нарубленных, консервированных или живых, если есть спелые. Еще хорошо бы усилить помидорный вкус томатной пастой. Чтобы как-то было уж еще помидористее. Ну, чесноку туда, всякой травы, базилик, орегано прекрасно подойдут в свежем или в сушеном виде. Последний момент, конечно, для мягкости немножечко оливкового масла. Все прокипятить. Сначала в открытую, потом немножко под крышкой. Ну, а дальше макароны варить, совсем не обязательно советские. Смешивать с соусом. И вот тут уж точно сыр утертого. Чем он тверже, чем он острее, чем он мельче натерт, тем лучше. Вот это уже, собственно, баланьезы. Как вы видите, от макарон по-флотски отличаются главным образом помидорами. В общем, баланьезы – это просто макароны по-флотски для менее ленивых. Для тех, кто готов не останавливаться на полдороги, а довести дело до конца. А кому хочется кушать так, чтобы вот немедленно, сию секунду, можно и на этапе по-флотски остановиться. Вообще, часто приходится слышать, что макароны по-флотски – это и есть итальянский рецепт. И даже название не просто откуда-то там взялось, а с итальянского переведено, потому что вот есть такой традиционный вид соуса для спагетти, называется маринара. Маринара – это что такое? Это, собственно, по-флотски, дословно переводя. На самом деле, конечно, это все совершенно не так, потому что маринара – это традиционный способ сдабривать макароны, существовавший в приморских местностях Италии и с одной стороны, и с другой стороны. Ну, больше, конечно, вот со стороны Неаполя, но и со стороны Адриатического моря тоже. И заключался этот способ в том просто, чтобы как-то ароматизировать оливковое масло, добавляя в него чеснок, разные специи, разные травы. Иногда может быть мелкорубленного анчоуса для запаха. Иногда что-нибудь чуть-чуть подороже, ну, например, каперсы. Впрочем, каперсы в Италии – вещь повсеместно распространенная, так что особенной роскоши в этом тоже нет. Вот, собственно, это и есть маринара. Это то, чем встречает жена своего возвращающегося с моря мужа рыбака или матроса какого-нибудь торгового судна, или, может быть, какого-нибудь контрабандиста. Откуда это все взялось? Ну, ладно, давайте все-таки про сами макароны немножко. Вглубь веков спускаясь, обнаруживаем там труды человека, про которого мы несколько раз уже говорили, особенно подробно говорили в том выпуске, где речь шла о кухне Леонардо да Винчи. Это такой Мартино де Росси, совершенно легендарный персонаж. Его еще назвали маэстро Мартино. Он был, можно сказать, самым известным европейским поваром 15 века. Написал классический труд под названием «Либро де арте кокинария». То есть, собственно, вот книга о кулинарном искусстве. Написал его на том, что называется «Лингва вольгария», то есть на народном итальянском языке. Не на латыни вовсе. В общем, это, конечно, предопределило успех этой книги. Первые следы ее обнаруживаются в 1456 году, хотя понятно, что он писал ее еще много лет после этого, вплоть до, кажется, 1467 года. Прославился он во многом благодаря своему современнику, человеку по имени Бартоломе Осаки, известному как Плотина. Мы его тоже упоминали в рассказе о кухне Леонардо да Винчи. Он был библиотекарем при Папе Сиксте IV, Ватиканской апостольской библиотекой командовал, одной из крупнейших в то время вообще во всем цивилизованном мире. И вот он переписывал труды этого самого маэстро Нартина, переводил их на латынь, обогащал всякими комментариями, написал книжку о благородных удовольствиях и о хорошем здоровье. В общем, вот они вдвоем, собственно, заложили основу европейской кухни в ее классическом виде. И вот именно этот самый маэстро Нартина первым стал писать, а за ним Бартоломе Осаки начал это все как-то продвигать. Он первым стал писать среди прочих разных нововведений, удивительных новых продуктов и технологий, и способов их приготовления. Он стал писать о том, как полезно использовать сухую пасту, то есть всякие спагетти и вермишели, которые заготавливаются впрок. Хотя, конечно, все это известно гораздо раньше и настолько известно, что вошло даже, что называется, в художественную литературу. В Декамероне Джованни Бокаччо. Декамерон – это примерно 1352-54 год. Еще на сто лет раньше, чем вот маэстро Мартино и чем его популяризатор Бартоломео Саки, там есть новелла. Это новелла третьей дня восьмого Декамерона, где хитрец по имени Мазо пытается разыграть одного своего знакомого, такого известного простака. Все знают, что он человек очень доверчивый и нехитрый по имени Каландрино. И вот он рассказывает ему про одну удивительную страну, где происходят всякие чудеса. Говорит он так. В Перлинцоне, в стране басков, в области, называемой Живилакома, где виноградные лозы подвязывают сосисками, где гусь идет за копейку, да еще и с гусенком в придачу. Вот есть там гора вся из тертого пармезана, на которой живут люди и ничем другим не занимаются, как только готовят макароны и клетки, варят их в отваре из каплунов и бросают вниз. Кто больше поймает, у того больше и бывает. Ну, понятно, что эти удивительные клетки, которые он упоминает, это совершенно никакие не клетки, это ньокки. Хорошо, нам всем известный вид итальянской пасты. Но на самом деле, все еще раньше, в 1279 году, мы находим один список припасов некоторого богатого дома в Генуе. Он хранится в генуэзском архиве. И там встречается упоминание о бочонке макарон. «Барикселла уна плена де макерони». Бочонок. Одна штука – полный макарон. Это доказывает, что паста была известна в Италии больше, чем за 10 лет до возвращения Марка Пола с Дальнего Востока. Вообще считается, и самая распространенная легенда, что именно Марка Пола привез вот всю эту макаронную культуру из Китая. Ничего подобного. Марка Пола вернулся в Европу примерно в 1290 или 1291 году. А вот эта вот знаменитая запись из генуэзского архива, она существенно раньше. Так что нет Марка Пола тут ни при чем. А на самом деле еще раньше. Есть такой легендарный персонаж. Его зовут Жакопоне да Тоди. Это, ну, как бы сказать, в общем, юродивый. Примерно то, что было очень характерно для русского православия. Но вот были такие люди и в Европе, которые чрезвычайно издевательски, чрезвычайно сатирически относились к католической церкви. И вот этот самый Жакопоне из Тоди. Тоди – это городок в Умбрии, совершенно прелестный, до сих пор существующий. И там есть и могила этого Жакопоне, и памятник этому Жакопоне. Так вот, еще в 1230 году он переписывался с папой римским и в одном из своих писем написал «Ки гуарда а магжоранца, спеце вольте синганна, гранделло ди пепе винче пер вирту ла лазанья». Что означает «Ошибаются те, кто слишком внимательно относится к размеру». Малюсенькое зернышко перца на самом деле самое важное, что есть в лазанье. О, лазанья, значит, уже была. А лазанья – это, несомненно, вид макаронного изделия. Это вид той самой пасты. Но мы не будем уж совсем до конца погружаться в историю пасты. И, в частности, не будем разбираться, откуда взялось само это слово и откуда взялось слово «макароны». Это все очень сложно. Мы когда-нибудь еще к этому вернемся. Но нам важно, что итальянская традиция уходит своими корнями глубоко-глубоко в раннее Средневековье. И там уже существовали вот эти самые варианты для моряков. И они были совершенно-совершенно не похожи ни на какие макароны по-флотски. Потому что вот маринара – это я вам уже рассказывал, что это оливковое масло со всякими ароматизаторами. А если добавить туда всяких морепродуктов, там ракушек, креветок, кальмаров, какой-то мелкой рыбешки или чего-нибудь еще, это уже становится не маринара, а аллопискотори. То есть по-рыбацки совершенно другой соус. И опять совершенно ничего общего с этими самыми флотскими макаронами. Ну, давайте повернемся в ближнюю историю, в историю макарон в СССР. Она длинная, конечно. И появились макароны в России в кулинарных книгах еще вообще в пушкинские годы, в первой трети XIX века. И становились все более и более привычным блюдом, которое готовили в богатых домах Москвы и Петербурга. Правда, готовили в основном итальянские повара. Это все твердо считалось такой итальянской штукой. Вот есть, например, русский поэт и переводчик по имени Михаил Евставич Лобанов. Он в 1847 году издал книгу своих воспоминаний, жизни, сочинения и о Крылова. Ну, о том самом дедушке Крылове, который великий баснописец, который квартет, лисица видит сыр, мартышка и очки и всякое такое прочее. И вот он там описывал этого самого Крылова в качестве страшного обжора и ужасного чревоугодника. И там есть такой фрагмент. Любил покушать наш Иван Андреевич. Немногие осмеливались с ним состязаться в этом деле. Он выдерживал в гастрономии сильные поединки и всегда оставался победителем. Лет за 25 перед сим, приглашенный графом В.В. Пушкиным на макароны, то есть на роскошный обед с блюдом макаронов, отлично приготовленных каким-то знатоком-итальянцем, Иван Андреевич опоздал. Семеро одного не ждут, сказал граф, и сели за стол. Когда уже оканчивали третье блюдо, это и были эти знаменитые макароны, наш Иван Андреевич шесть в двери. А, виноват, сказал весело граф. Так вот вам же и наказание. И наклал горою глубокую тарелку макаронов, так что они уже ползли с ее вершины и подал виновному. Он с честью вынес это наказание. Ну, сказал граф, это не в счет. Теперь начинайте обед с супу по порядку. И третьим блюдом Ивана Андреевича опять была точно такая же гора макаронов. Потом обед продолжался своим порядком. При конце пирования, сидя подли Ивана Андреевича, я сказал ему несколько слов о его желудке. Да что ему сделается, отвечал он, смеясь. Я, пожалуй, хоть теперь же еще готов провиниться. А вообще в русской литературе макароны понатыканы в самых неожиданных местах. Чаще всего, конечно, в рассказах, повестях, в очерках, в воспоминаниях о поездках в Италию разных русских писателей. На них, конечно, производило очень большое впечатление итальянская манера наедаться макаронами и поглощать их в огромных количествах. Причем они удивлялись, что макароны – это пища для всех слоев общества. От нищих на римских улицах до прям вот аристократов на дорогих средиземноморских курортах. И не ленились по этому поводу писать. Но вдруг вот в романе Петра Дмитриевича Бабарыкина был такой литератор второго ряда в тени более известных нам классиков. В романе «Китай-город» герой не может проехать по Москве, потому что пролетка стала подъезжать, но ее задержал целый обоз, ехавший из переулка, с ящиками макарон и вермишели. Во как! 1881 год! А уже от макарон по Москве и не проедешь. В записной книжке Чехова ее датируют 1891 годом. Есть вдруг такая запись. «Патриот, а вы знаете, что наши русские макароны лучше, чем итальянские? Я вам докажу. Однажды в Ницце мне подали севрюги, так я чуть не зарыдал. И сей патриот не замечал, что он патриотичен только по съедобной части». А к концу века появились в России первые макаронные фабрики, и все эти изделия перестали быть импортными. Вот есть очень хороший историк кулинарии по имени Павел Сюткин. Он много пишет и в интернете. Есть у него и книги вместе с его женой Ольгой Сюткиной. Так вот, Павел Сюткин пишет, что стоили тогда фабричные макароны при их появлении в 1880-х годах от 9 до 15 копеек за фунт, что, конечно, их делало атрибутом довольно богатого стола, почти предметом роскоши. Я порылся в разных источниках, которые описывают цены на всякие продовольственные товары, и этого времени и более позднего, и убедился, что они довольно быстро подешевели, и уже к началу 20 века стоили 20 копеек за килограмм, при том, что килограмм сахара стоил 25 копеек, мясо разных видов от 30 до 70 копеек, рыба от 20 до 90 копеек, так что ничего особенного. Ну, в килограммы это я сейчас пересчитал, конечно, в то время все цены считались в фунтах. В 20-е годы 20 века, то есть уже после революции, макароны становятся уже совершенно обыкновенной привычной едой. У Булгакова в записках на манжетах это написано в 22-23 годах, такой фрагмент. «Наконец хозяйка говорит, а может быть вы пообедаете с нами или нет? Благодарю вас, с удовольствием. Ели суп с макаронами и с белым хлебом, на второе котлеты с огурцами, потом рисовую кашу с вареньем и чай с вареньем». Маяковский, конечно, тоже не мог пройти мимо такого товара и в 23-м году сдал Массельпрому, который его нанял для рекламных целей, первую заказную рекламу на эту тему. Она звучала так. «Раз поешь этих макарон, и ты навсегда покорен. Этого чуда нет нигде, кроме, как в Массельпроме». Через год, в 1924 году, новый гонорар от того же самого Массельпрома за новый рекламный текст. «Где покупали ели самые вкусные макароны и вермишели? Нигде, кроме, как в Массельпроме». У Ильфа и Петрова, конечно, тоже на каждом шагу. Вот у них в золотом теленке, например, посреди вольного города Черноморска, толстые макаронные буквы деревянного золота, составлявшие слово «Геркулес», заманчиво «светились». Все уже понимали, что такое толстые макаронные. То есть макароны, к тому моменту, заметим, были как раз вот эти, советские, толстенные. Или у тех же Ильфа с Петровым в том же золотом теленке, но сцена уже далеко в Туркестане, ближе к финалу. Остап задумчиво смотрел на Корейка, выгребающего из-под кровати свой миллион, сидя на пустом ящике из-под макарон. От советского времени остались воспоминания о знаменитых вот этих макаронах по ГОСТу. Это и есть те же самые серые макароны, они же деревенские макароны, они же просто советские макароны. ГОСТ – это стандарт. Издавался в Советском Союзе и обновлялся очень редко. Иногда раз в 20, а тут 30, 50 лет. И вот согласно товарному словарю СССР, это совершенно легендарное издание, оно описывало все несметные и неисчислимые богатства товаров, которые продавались в то время в Советском Союзе. Вот согласно этому самому словарю, макаронные изделия в СССР в зависимости от используемого сырья разделяются на 5 сортов. Экстра яичный из муки-крупчатки с добавкой 263 и 1,5. Вот так вот, 263,5. Куриных яиц или 10 килограмм яичного порошка на 100 килограмм муки. Экстра из муки-крупчатки без яиц. Высший яичный из муки высшего сорта с добавлением яиц или меланжа в количестве том же, что и для сорта экстра яичного. Высший сорт из муки высшего сорта без яиц, первый сорт из муки первого сорта без яиц. Ну и дальше читаем в том же товарном словаре. Кулинарное использование макаронных изделий весьма разнообразно. В большинстве блюда из макарон не требуют особого кулинарного мастерства и благодаря быстроте варки от 10 до 35 минут. А также простоте приготовления удобны для использования. Какой ужас! Они варили макароны 35 минут. Вы можете себе представить, что от них оставалось в советской столовой? Ну вот я и помню, что оставалось, потому что я бывал в советской столовой и пробовал эти ужасные разваренные в клейстер макароны. Ну и, конечно, тут надо вспомнить самую знаменитую, пожалуй, легенду, которая вечно существовала вокруг этих самых советских макарон, это история про то, что они были диаметром ровно 7,62 миллиметра. Это 0,3 дюйма, то есть три линии. То есть, собственно, калибр патрона для знаменитой русской винтовки Мосина, которая ровно поэтому и называлась трехлинейкой. И этот самый калибр был впоследствии принят для самых первых моделей автомата Калашникова. Все это, конечно, совершеннейшая туфта. Потому что, если вы посмотрите вот в этот самый ГОСТ, то есть в советский стандарт производства макарон, он принимался первый раз, ну, в относительно новые времена, там, в 69 году, потом в 92-м. И никаких 7,62 миллиметра там нет. Советские макароны бывали самые разные, самые тонкие были 4 миллиметра, самые толстые 7 миллиметров и больше, но нигде не сказано, что они должны соответствовать этому самому автоматному патрону. Через полминуты продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Судь еды» очень нуждается в вашей поддержке. Денег никаких я на нем пока не зарабатываю, делаю его просто из интереса и из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Патреон, подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. Патреон.ком слэш суд, нижнее подчеркивание, еды. Большое спасибо. А теперь давайте про тушенку. Совершенно очевидно, что тушенка играет в истории с макаронами по-флотски буквально ключевую роль. Вот из гастрономической литературы советской следует, что макароны по-флотски, конечно, стали по-настоящему массовым явлением во время войны. Есть много разных рассказов про это. Чаще всего встречается история о том, что это было такое премиальное блюдо, которое было изобретено прежде всего на Балтийском флоте. И вот после тяжелой судовой работы, а уж тем более после каких-то активных боевых действий, офицерам, мичманам, матросам полагался усиленный паек. И этот усиленный паек и представлял собой большую порцию макарон с тушенкой. Да, действительно. После войны все это появляется. И первое упоминание оригинального вот этого названия макароны по-флотски, оно отмечается в классической книжке, она просто вот так и называлась, «Кулинария». Издана она была в 1955 году. И стало это блюдо популярным именно тогда, когда ситуация с мясом, казалось бы, в Советском Союзе никак не могла улучшиться. И ответ на поверхности. Мяса-то было мало. А вот тушенки появилось довольно много. Консервированные говядины и свинины в жестяных банках. Конечно, дальше следует вести разговор о Ленд-Лизе. Это был интереснейший процесс времен Второй мировой войны, начало которому положил принятый Конгрессом Соединенных Штатов, закон. Закон был принят 11 марта 1941 года. Назывался он «Закон об обеспечении защиты Соединенных Штатов», сокращенно Ленд-Лиз. Обратите внимание, что март 1941 года – это еще до начала Великой Отечественной войны. В этот момент СССР фактически участвовал во Второй мировой войне в качестве союзника нацистской Германии в соответствии с Пактом Молотова-Риббентропа. Как бы ни было тяжело это сейчас признать. А ведь существует легенда о том, что Ленд-Лиз вообще был придуман американцами для Советского Союза. Ничего подобного. Он был первоначально предназначен для Британии и стран Британской империи, в том числе для Канады, Австралии, Новой Зеландии и так далее. И для Китая, а вовсе не для СССР. Смысл этого закона был очень простой. Соединенные Штаты готовы были поставлять все, что необходимо для успешного ведения боевых действий. То есть военную технику, автомобили, самолеты, боеприпасы, всякое оборудование и в том числе продукты питания тем странам, противостояние которых гитлеровской Германии и ее союзникам было особенно важно для самих Соединенных Штатов. Все эти поставки происходили бесплатно. Причем было такое правило, что если поставленное оборудование или продукты или вообще любое имущество было израсходовано, собственно, на военные цели, то оно не подлежало никакой оплате. А вот если оно остается в целости и сохранности после окончания войны, и оно пригодно для гражданских целей, вот тогда нужно его оплатить. Ну, или вернуть Соединенным Штатам, если Соединенные Штаты выражали в этом какую-то заинтересованность. Надо сказать, что в Американском Конгрессе и вообще в американских политических кругах в 1941 году разгорелась довольно большая дискуссия о справедливости и вообще нужности этого самого законодательного акта и этой программы Ленд-Лиза. И тогдашний президент Рузвельт очень активно на этом настаивал и очень эту идею отстаивал и придумал для защиты ее такой как бы образ. Он много раз повторял и говорил, что вот представьте себе, что вы живете в некоем доме и вдруг вы видите, что у вашего соседа пожар. И вы даете ему свой пожарный шланг для того, чтобы он мог потушить пожар у себя и чтобы огонь не перекинулся к вам. Но неужели вы в этот момент, вручая ему этот пожарный шланг, будете требовать с него за это денег? Ну, конечно же, нет. Вы отдадите его бесплатно. Другое дело, что потом, когда пожар побежден и если вы увидите, что шланг остался в целости и сохранности, может быть, вы попросите его назад. А может быть, и оставите у соседа, если он ему хорошо послужил, пусть будет на случай следующего какого-нибудь пожара. Вот этот аргумент оказался довольно действенным и в конечном итоге закон был принят и распространен на СССР в октябре 1941 года, тогда, когда СССР уже активно воевал с гитлеровской Германией. Советскому Союзу был предоставлен заем на колоссальную по тем временам сумму 1 миллиард долларов. Сразу скажем, что эти деньги никогда не были Америке возвращены. В общей сложности вернулись только 7%. И то через много-много лет отдавали его там и в 70-е годы, когда у Советского Союза чуть-чуть полегче стало с финансами из-за высоких цен на нефть. Потом остаток этого долга был перенесен на Российскую Федерацию уже после распада Советского Союза в 1991 году, но деньги так никогда и не были возвращены. Для Красной Армии все эти ленд-лизовские поставки имели колоссальное значение. Действительно, огромное количество автомобилей, довольно много самолетов, некоторое количество танков, много всяких железнодорожных вагонов и платформ, чего только не поставляли. Но было там, конечно, очень много продовольствия. Только из Соединенных Штатов было поставлено миллион 750 тысяч тонн всякой еды. А еще были поставки из Канады, из Австралии, из Новой Зеландии, из других союзников Америки по антигитлеровской коалиции. И почти все армейское продовольственное снабжение, а также довольно значительная часть снабжения гражданского населения, в основном работников всяких военных заводов, ну и всякой управленческой номенклатуры, конечно. Все это перешло на ленд-лизовское продовольственное обеспечение, особенно такими, что называется, особо ценными видами продовольствия. Вот тушенка, масло, шоколад, кофе и всякое такое прочее. Мы, когда с вами говорили о гречке, вспоминали эту историю о том, что советская армия фактически съела все запасы гречки, которые существовали в тогдашнем Советском Союзе. Да, действительно, вот это было отечественное. Отечественная была гречка, отечественная была пшено, отечественная была картошка, мука, хлеб. Но вот такие питательные и ценные виды продовольствия, они, конечно, были в основном ленд-лизовские. Вот, что касается конкретно мясных консервов, всего в СССР за время войны было поставлено 2 миллиарда, чуть-чуть даже больше, 2 миллиарда банок. Советский Союз за это время своими силами произвел примерно в 5 раз меньше – 432 миллиона банок. По весу это было 664 с лишним тысячи тонн мясных консервов. Это вообще было сравнимо со всем количеством произведенного тогда в Советском Союзе мяса, ну, а уж консервированного мяса тем более. Тушенка была разная. Была говяжья, была свиная, была со всякими дополнительными ингредиентами, там, с крупой, с фасолью, с горохом, с чечевицей, со всякими овощами, но чаще без них. Просто мясо, лук, соль и перец. И на этикетке было написано по-русски «тушеное мясо» или «тушенка», через «о», кстати, с рофографической ошибкой. А часть текста была по-английски. Иногда на банке даже было на русском языке пояснение, что вот «вскрывать жестянку в соединении крышки с боковой стенкой». Иногда в ящике с тушенкой лежало несколько фирменных американских таких консервных ножиков. У американской армии была довольно остроумная конструкция маленького складного консервного ножика, который состоял из такой прямоугольной пластинки с вырезом, и к ней крепилось треугольное острое такое лезвие. До сих пор, кстати, такие складные консервные ножики можно найти в разных хозяйственных магазинах. Но вот появились они именно тогда. Помимо мяса, поставляли еще рубленый колбасный ветчинный фарш. И многие в Советском Союзе тоже это называли тушенкой, хотя это была не тушенка. Это был вот этот самый спам. Консервированная ветчина, целая или рубленная. Потом, уже после войны, в конце 40-х годов, этот спам буквально завалит собой всю Европу из-за американских поставок, которые продолжались и после войны довольно активно. Вот у Иосифа Бродского есть эссе. Оно так называется «Трофей, но е». Оно написано в 86-м году, написано по-английски. И вот оно начинается с заметки о том, что Бродский называет тушенкой. Но на самом деле никакой тушенкой это не является. Вот что он пишет. Вначале была тушенка. Точнее, вначале была Вторая мировая война, блокада родного города и великий голод, унесший больше жизни, чем все бомбы, снаряды и пули вместе взятые. А к концу блокады была американская говяжья тушенка в консервах фирмы Свифт, по-моему. Хотя поручиться не могу. Мне было четыре года, когда я ее пробовал. Это наверняка было первое за долгий срок мясо. Вкус его, однако, оказался менее памятным, нежели сами банки. Высокие, четырехугольные, с прикрепленным на боку ключом. Они возвещали об иных принципах механики, об ином мироощущении вообще. Ключик, наматывающий на себя тоненькую полоску металла при открывании, был для русского ребенка откровением. Нам известен был только нож. Страна все еще жила гвоздями, молотками, гайками и болтами. На них она и держалась. Ей предстояло продержаться в таком виде большую часть нашей жизни. Поэтому никто не мог мне толком объяснить, каким образом запечатываются такие банки. Я и по сей день не до конца понимаю, как это происходит. А тогда? Тогда я, не отрываясь, изумленно смотрел, как мама отделяет ключик от банки, отгибает металлический язычок, продевает его в ушко ключа и несколько раз поворачивает ключик вокруг своей оси. Годы спустя, после того, как их содержимое было поглощено клоакой, сами банки высокие, со скругленными наподобие киноэкрана углами, бордового или темно-коричневого цвета, с иностранными литерами по бокам, продолжали существовать во многих семьях, на полках и на подоконниках, отчасти из соображений чисто декоративных, отчасти как удобное вместилище для карандашей, отверток, фотопленки, гвоздей и прочего. Еще их часто использовали в качестве цветочных горшков. Потом мы этих банок больше не видели ни их студенистого содержимого, ни непривичной формы. С годами росла их ценность, по крайней мере, они становились все более желанными в товарообмене подростка. На такую банку можно было выменять немецкий штык, военно-морскую пряжку или увеличительное стекло. Немало пальцев было порезано об их острые края, и все же в третьем классе я был гордым обладателем двух таких банок. Вот целый памятник истории культуры. Можно, конечно, подумать, что вот эта ленд-лизовская американская тушенка была первой, с которой вообще имели дело в СССР или в России. Это совершенно не так. У нас есть целая история, длинная и увлекательная, попыток накормить армию консервами. А раз уж армию, то и все население. Ровно как во время Великой Отечественной войны это было, так и всегда. Во время войн всегда гражданское население пользуется какими-то остатками от армейского пайка, которые криминальным путем или легальным путем, что называется, всеми правдами и неправдами, гражданским людям попадают. Мы с вами уже несколько раз в разных выпусках «Сути еды» упоминали человека по имени Николя Апер, французского бокалейщика, изобретателя, который придумал в самом конце XVIII века консервы в более или менее таком современном их виде. До него консервирование было совсем другим. Это было сушение, вялене, соление, но консервных банок никто более-менее не использовал. Еще в 1795 году Апер в своем магазине, в котором была пристроена целая лаборатория недалеко от Парижа, придумал процесс. И потом этот процесс так и назвали «апертизация», «апертизасиум» по-французски. Этот процесс заключался в том, чтобы запечатывать продукты в герметичные банки. У Апера это были такие высокие бутылки из темного стекла с широкими горлами, стеклянные. И потом их долго кипятить в соленой воде, пока температура внутри не превысит 100 градусов. А 15 мая 1809 года, вот эта дата считается датой рождения современных консервов, он отправил письмо министру внутренних дел в правительстве Наполеона Бонапарта, который тогда управлял Францией, министру по имени Жан-Пьер Монт-Оливей, и сообщил в этом письме, что он сделал важное для государства изобретение. А дело в том, что к этому моменту наполеоновское правительство объявило конкурс на изобретение самого удобного способа сохранения продуктов для армейских нужд, потому что планы военные были большие. Еще тогда никто не догадывался о том, что в 12-м году надо будет на Россию идти, но в общем было понятно, что идти надо будет скоро много куда. И вот 11 августа, всего через каких-то там три месяца, министр ответил этому самому оперу и предоставил ему выбор. Или получить патент и потом самому контролировать производство по этому своему методу и самому получать отчисление. Или сделать свое открытие доступным всем. Получить однократно премию от правительства и дальше уже ни за чем не следить. Апер выбрал второе. И опубликовал подробное описание технологии производства этих консервов. И там написал знаменитую фразу, что он предпочитает позволить человечеству извлечь выгоду из своего открытия, нежели стать богаче. Но он сильно не прогадал, потому что ему выплатили между прочим 12 тысяч франков из государственной казны, по тем временам очень значительные деньги. И дальше его метода стала распространяться по всему миру. И огромное количество разных компаний и производителей во всех странах, на всех континентах, начали пытаться это использовать. Но были у него всякие конкуренты, которые утверждали, что у них методы были совершенные. Они активно занимались, например, всякой тарой и довольно быстро изобрели жестяные банки. Правда, поначалу они были толстенные, из очень толстой жести. И на банках было написано, что их следует открывать при помощи молотка и зубилы. И не существовало даже никаких консервных ножей, консервных ключей. Все это появилось только гораздо позже. Но все равно люди готовы были с этим мучиться, потому что стеклянные банки и бутылки, которые были у Аперы, они, конечно, бились при транспортировке. И, кроме того, аперовские консервы считались довольно дорогими, потому что они требовали хорошего сырья. Изначально ни тухлого, ни гнилого, ни битого, ни ломаного. И в этом смысле они не очень годились для массового производства и массового питания каких-то больших компаний народа, в частности, например, армий. Из конкурентов Апера самую большую известность получил человек, которого считали гением своего времени. Со временем совершенно забыли его имя. Но тогда он был очень знаменит немецкий химик и изобретатель Юстус фон Либих. Он был человек совершенно энциклопедических интересов и изучал очень широкий круг всяких проблем химии, растений, живых существ. И постепенно стал это применять в коммерческих целях. Он занимался проблемами там растворимого кофе, сухого молока для питания младенцев. Он изучал всякие дрожжевые смеси для более эффективного хлебопечения. Он очень способствовал появлению на свет первого в истории бульонного кубика. Хотя не он его изобрел, но на основании его исследований промышленники наконец этого добились. В 1847 году он запатентовал и опубликовал формулу производства говяжьего экстракта. Производство в Европе было очень дорогим, где мясо стоило достаточно дорого. Но зато были такие страны, как, например, Уругвай и Австралия. Там было несметное количество крупного рогатого скота, которое разводили в основном для цели кожевенной промышленности. Мясо там просто пропадало, его выбрасывали. Некому было его есть, оно почти ничего не стоило. И вот там, в Уругвае и в штате Новый Южный Уэльс, это собственно часть Австралии, этот самый фон Либих и наладил с помощью нескольких своих компаньонов первые производства. В 1865 году уже его экстракт производился в массовых количествах. Технология его состояла в том, что мясо очищали от жира, размалывали буквально вот в пасту такую. И потом бесконечно долго его вываривали до полного распадения на какие-то мельчайшие волокна. И дальше этот бульон, очищая от разных примесей и тоже от жира, долго-долго упаривали в специальных таких автоклавах. Ну, это такие как бы гигантские скороварки под высоким давлением. И получалось густое желе. И предполагалось, что достаточно его просто разбавить горячей водой, и тогда получится питательный и полезный мясной бульон, и его можно использовать в дальнейших кулинарных целях или в конце концов просто посолить и пить просто так. Но получилась чудовищная адская гадость, которая почему-то очень сильно пахла аммиаком, то есть нашатырем, скажем так. И она была ужасно неприятная на вид. И армии всего мира экспериментировали с этим экстрактом Либиха, и повсюду солдаты категорически отказывались это употреблять внутрь. И всячески отлынивали от этого кошмарного пойла. Но похоже, что Либих был не только очень упорный ученый и изобретатель, он еще был довольно новаторски настроенный и такой размашистый маркетолог и рекламщик. И он был первый, кто развернул буквально всемирную рекламную кампанию. Привлек для этого модных в то время художников из разных стран, которые ему создавали всякие картины довольно такого идиллического содержания, или наоборот, такие бравые военные сюжеты. И он печатал плакаты и афиши по этим картинам. Изображения все были разные, но всегда в правом нижнем углу была такая желто-розовая баночка этого самого Либиховского экстракта. Вообще есть сильные подозрения, что Либих и его компаньоны использовали не только добросовестную рекламу, но они просто коррумпировали своих заказчиков, потому что снова и снова происходили испытания, снова и снова в разных условиях и на разных контингентах там, то на заключенных в тюрьмах, то на больных в госпиталях, то на солдатах в походе. Пробовали этот экстракт, результат всегда был ужасный, отзывы всегда были кошмарные, но контракты все равно заключались снова и снова. И вот, например, союзные армии британцы и французы пытались применять этот Либиховский экстракт во время Крымской войны в 1853-56 году, причем завезен он в Крым был для питания ослабленных и раненых в госпиталях. Результаты опять были кошмарные, солдаты массово отказывались от этого ужасного вонючего бульона. Единственное достоинство было то, что действительно экстракт хранился долго и действительно им невозможно было отравиться, а он не был тухлый. И, в общем, до технически съедобного состояния его можно было быстро довести, но людей буквально от этого воротило. Сама российская армия тоже попалась на эту Либиховскую удочку, но чуть-чуть позже. В 1873 году состоялся знаменитый Хивинский поход. И для него закупили 25 тысяч порций этого Либиховского экстракта мясного. Хивинский поход – это сама все очень интересная история. Это была очень широкомасштабная по тем временам операция. Российские части должны были выступить там четырьмя колоннами одновременно из Ташкента, из Оренбурга, из Мангышлака, из Красноводска и идти на завоевание Хивинского ханства. Это было последнее крупное государство, которое оставалось независимым от России, там вот в Центральной Азии. После того, как Российская империя себе подчинила Бухару, Кокант и всякие другие политические образования. Командовал этой операцией генерал-губернатор Туркестана Константин Кауфман. В ходе участвовало почти 15 тысяч человек. Кончилось все, в общем, успешно. Там с большими потерями, с большими страданиями, особенно при переходе через безводные пустыни и степи. В конце концов, Хиву завоевали, подписали с ней договор, она стала вассалом России. В этом походе, кстати, заявил о себе очень ярко отличился Михаил Скобелев, герой будущих русско-турецких войн. Вот его потом будут называть белым генералом, и он потом погибнет при очень странных обстоятельствах в Москве. Его будут подозревать в том, что он затевал какой-то чуть не государственный переворот и так далее. Ну, в общем, почитайте роман Акунина «Смерть Ахиллеса». Там примерно об этом идет речь. Через полминуты продолжим. А я только хотел вам напомнить, что у меня есть книжка. Я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и о гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». Вы можете найти ее в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте «Литрес». Ну вот. В общем, в хивинском походе в этом попробовали экстракт клибиха. Ну и напробовались навсегда. Оказалось, его достаточно, чтобы российская армия навечно отказалась от этой гнусной гадости. Но зато уже там впервые войска попробовали другого производителя. В России к тому моменту больше 10 лет, с 1863 года, существовала в Петербурге фабрика, которую открыл по традиционному методу Апера, французский предприниматель по имени Франсуа Азибер. Он там производил и мясные, и овощные консервы. И вот некоторое их количество тоже было закуплено в виде эксперимента для хивинской экспедиции. И они, надо сказать, пользовались большим успехом во время этого отважного похода. Правда, Азибер специализировался в основном на овощах и фруктах, на всяких соках, на грибах. Но вот к 1870 году уже стал пробовать делать вареную и жареную говядину консервированную, и баранину, и мясной фарш, и жидкий бульон. В общем, ассортимент его постепенно расширялся. И в какой-то момент ему предложило главное интендантское управление Российского военного министерства предложило разработать мясные консервы именно вот с прицелом на армию. Так, чтобы они были достаточно качественные, но все же дешевые. Потому что существовала утвержденная цена так называемого солдатского приварка, то есть вот всего, кроме хлеба и крупы. Называлось приварком в рационе военнослужащего. И нужно было уместиться в этой цене с этими мясными консервами. И особенно, конечно, было важно, чтобы они долго хранились, были проведены испытания, и по этим испытаниям было установлено, что, видимо, 5-6 лет они могут лежать, и ничего с ними не сделается. В общем, все складывалось очень хорошо, но тут случилась катастрофа, потому что в дело вступили политические соображения, и было решено, что российская армия не должна питаться продуктами, которые изготовлены иностранным фабрикантом. Это не патриотично. Общественность вознегодовала, газеты про это написали, а у этого Франсуа Азибера по-прежнему было французское подданство, хотя его давно переименовали во Франц Ивановича. Да и этот Апер, изобретатель технологий, тоже был француз. В общем, нет. И по распоряжению военных властей была специально создана отечественная компания, она называлась «Народное продовольствие». И она предлагала совершенно новый, невиданный, самобытный, отечественный же способ приготовления мясных консервов. Это был так называемый метод Данилевского. Мясо дробили на мелкие кусочки, потом помещали в такой специальный барабан, где оно крутилось и обваливалось в казеине. Казеин – это что-то вроде такого природного полимера, который получается из молока. Вот добывали этот казеин, и в него как-то запечатывали кусочки мяса. Но зато метод не требовал никакого кипячения, не требовал герметической упаковки, и вот патриотическая пресса писала, что вот консервы этого «Народного продовольствия», они гораздо вкуснее и гораздо лучше подходят для приготовления в виде традиционных русских блюд. Не очень понятно на самом деле, насколько естественным был процесс этой передачи государственного заказа от Азибера к «Народному продовольствию». Такое ощущение, что там были традиционные методы подогрева, а также откаты и распила, уже применены. Уже они в то время существовали, были изобретены и пользовались в некоторых кругах большим успехом. Но, в общем, так или иначе, фирма «Народное продовольствие» получила заказ на 7,5 миллионов банок мясных консервов, и в кратчайшие сроки их изготовила на заводе в Воронежской губернии, в городе Борисоглебске, с дикой скоростью. В некоторые дни там перерабатывали до 250 коровьих туш за дни, сутки, днем и ночью это все работало. А фирма Азибера была полностью отстранена от исполнения военного заказа. Дело было в 1876 уже году. А 12 апреля 1977 года Россия объявила войну Турции. Был знаменитый парад войск в Кишиневе, торжественный молебен. И там епископ Кишиневский Павел огласил манифест Александра II о том, что вот Россия вступает в войну для защиты славянских православных братьев в Болгарии и дальше на Балканах. И продовольственные запасы для армии, которой предстояло там сражаться с турками, концентрировались на складах в Бухаресте и в городе Галации. Это на границе с Молдавией. Слава Богу, что ящики догадались вскрыть все-таки до того, как отправили их окончательно в войска. Непонятно, что стало причиной. Может быть, спешка при производстве вот это, а может быть, несоблюдение правил транспортировки. Но среди консервов этого вот народного продовольствия испорченными в среднем оказалось больше 70% банок. А для некоторых мясных сортов процент брака, то есть тухлятины, доходил до 90%. Причем все эти жестянки, они очень живописно с грохотом взрывались и разбрызгивали вокруг себя ужасную зловонную жидкость, когда пытались их вскрыть. В общем, все выглядело очень убедительно. Тут же была создана комиссия из врачей, из офицеров Южного военного округа, которая исследовала содержимое этих консервов и тут же потребовала расторгнуть контракт с народным продовольствием. Это и было сделано. И интендантское ведомство вернулось с повинной на фабрику Азибера. И это было начало ее триумфа, потому что с тех пор азиберовские консервы стали самыми распространенными во всех военных операциях русской армии. И сыновья этого, Франца Азибера, одного звали Армандову, одного звали Рене, они купили два больших здания на Петерговском проспекте в Петербурге. Эти дома, кстати, до сих пор целые. Проспект называется Старопетерговским, а дома перед самой революцией перестали быть промышленными, а стали жилыми. Ну, вот они есть, можно посмотреть. И вот они там принялись расширять производство. Компания прямо стала так и называться «пищевых консервов для войск» фабрика «Ф Азибера и сыновей». И фабрика поставляла свою продукцию для армии во всех русско-турецких войнах, которых там несколько подряд случилось. И в операциях на Балканах, и в Токкестане. Потом для русско-японской войны. Надо сказать, что в какие-то моменты общественность опять начинала возмущаться тем, что вот русскую армию кормят иностранцы. Но тут уже военное ведомство стояло на страже качестве армейского питания. И были произведены специально по заказу государства пять научных исследований. И результаты были опубликованы. По каждому были и диссертации, и монографии для исследования качества этих консервов. Все очень убедительно и дало результат. И азиберовские консервы имели широчайшее хождение по всей России. Понятно, что не только в армии. Хотя уже в 1903 году компания перестала их поставлять в такую общедоступную торговлю. А работала только на армейские заказы. Тем не менее, они как-то оттуда просачивались к гражданским людям. Но чем дальше, тем больше появлялось конкурентов. Метод-то не патентованный. Это же вот этот самый метод Николя Апера, который доступен всем. Апера его открыл для всех. И появилось некоторое количество других фабрик. Прежде всего, там же, в Петербурге, фабрика такого романа Миллера. И миллеровская тушенка стала все более и более известна в России. И к началу Первой мировой войны уже была основной, самой распространенной. И вот когда в Тихом Доне Шолохова сказано, что командир подал свернутую телеграмму и морща с видимым отвращением стал жевать покрытые крупками жира куски мясных консервов. Это он что ест? Это он миллеровскую тушенку ест. Совершенно очевидно. И этой тушенке военной и довоенной сохранилось и имело хождение немалой в годы гражданской войны. Она же способна храниться минимум 5-6 лет без особых проблем. А потом она стала постепенно забываться, уступать место свежему мясу, которое в эпоху Неппа появилось, пока не пришла новая война, уже отечественная. А от Азибера мы получили привет гораздо позже. В 1973 году на полуострове Таймыр на далеком севере работала экспедиция газеты «Комсомольская правда». Искала следы экспедиции Эдуарда Толя. Это была экспедиция в 1900 и 1902 годах. Ей руководил знаменитый исследователь Арктики, геолог Эдуард Толь. И они искали легендарную землю санников. И отыскали так называемый клад Толя. Это был склад продовольствия. Толь их несколько оставил по маршруту следования своей экспедиции. Но вот к одному из них так никогда и не вернулся. Сам Толь погиб во время перехода от замерзшего судна «Заря» к острову Новая Сибирь. Но сохранился личный дневник Эдуарда Толя, в котором 9 сентября 1900 года он записал. «Здесь я велел оставить ящик с 48 банками консервированных щей, запаянный жестяной ящик с 6 килограммами сухарей, запаянный жестяной ящик с 6 килограммами овсянки, запаянный ящик, содержащий 1,6 килограмма сахару, 4 килограмма шоколада, 7 плиток и 1 кирпичник чаю». На одном из жестяных ящиков действительно была надпись «Щи с мясом и кашею. 48 порций. Ф. Азибер. Санкт-Петербург». То есть прошло по меньшей мере 73 года, как они ждали своего часа, и они не испортились. Часть их так и оставили храниться там, на месте, в вечной мерзлоте, а часть попробовали еще в 1980-м и в 2000-м годах, а кое-что будет ждать своего часа до 2050-го года. Ну вот, посмотрим, чего стоят азиберовские консервы. Так что вот, история макарон-фафлотские – это история двух отдельных вещей – русских макарон и русской тушенки, соединившихся вместе в самое тяжелое, самое напряженное, самое неуютное время. Ну и, конечно, это еще история не только про это в сущности примитивное блюдо. Как всегда бывает с гастрономическими явлениями, если внимательно приглядеться, улетишь вглубь средних веков. И, например, вот как сейчас, в историю русской армии 19-го столетия, и в бурные события 20-го века, и нечего смеяться над этими болонезе и флотскими макаронами. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды», поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи гастрономическая история останется нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Симплкасте, на Картбоксе, на Спотифайе, везде. Новые выпуски по четвертам. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока! Субтитры создавал DimaTorzok